вот такие у меня два вида артишоков и сейчас я вам покажу как их лучше приготовить начинаем всегда с очистки нижних листьев они нам не понадобятся затем отрезаем или отламываем ножку под корень в данном виде артишока также срезаем на половину верхушку я буду срезать в два этапа потому что честно говоря у меня сил не хватило артишок очень плотный и срезаем вот таким образом листья верхняя часть листа никогда не употребляется в пищу поэтому срезайте даже без сомнений артишоки очень быстро окисляются после того как вы делаете надрез поэтому все срезы обязательно обрабатывайте лимоном и добавьте также лимона в воду для варки варим артишок в течение 20-30 минут в зависимости от размера чтобы проверить готовность артишока переверните наколите донышко она должна быть мягким сваренный артишок переложите в емкость для запекания и остудите теперь нарежьте чеснок крупным кубиком и также небольшой пучок петрушки этого количества зелени и чеснока нам хватит на 2 артишока затем остывший артишок продолжаем чистить только теперь мы вычищаем от лишних листьев серединку затем ложкой очень аккуратно нам нужно очистить донышко от ворсинок они очень легко отделяются донышко как раз самая вкусная и большая часть которую мы будем есть вот так посмотрите вычистила теперь распределяем большую часть зелени и чеснока в центр и также между листьями добавляем в серединку кусочек сливочного масла солим перчим оливковое масло и духовку 1 артишок у нас готов выкладываем его в тарелку поливаем маслом и подавать его теплым вместе с багетом как закуску теперь приготовим жареные артишоки этот сорт более мелкий отрезаем ножку но не до конца обратите внимание на эту сердцевинку ножку мы будем счищать до нее сначала как обычно обрываем лишние листья счищаем ножку до сердцевинки из листьев оставляем только небольшой внутренний бутон затем срезаем бутон больше чем наполовину далее снимаем листья под углом к центру чтобы сформировался как бутон розы не бойтесь срезать листья по максимуму потому что самая вкусная часть это донышко опять же вычищаем ворсинки которые есть в середине обязательно артишок обрабатывайте лимоном и храните в воде с лимоном потому что они очень быстро окисляются и чернее перед приготовлением обсушите бумажными полотенцами жарить мы будем на смеси сливочного масла оливкового и масло с травами немного соли зелень чеснок мы обжариваем с каждой стороны по минуте затем добавьте белого вина в моем случае было это гюрдстроменер и тушите на слабом огне в течение пяти-семи минут выкладываем артишок и поливаем остатками масла и воля вы можете использовать это как закуску либо как самостоятельное блюдо по напитив